Актуальное питание деятельности мытных органов у Тымлику взаимодействия с бизнесом в регионах краины обмерковали у Гродня на посадочении Громадско-консультативного совета при Державном мытном комитете Беларуси. Удел у Сустречи принял старшиня профильного комитета Юрий Сянько, керавництво Голиновых органов, представники Ведомостного института и Белмытня сервису, а так само бойнейшие бизнес-структуры. Вольга Пеляншук об изробленных в основах. Мытный кодекс Евразийского экономичного союза, який уступить усилу с первого студеня 2018 года и упорадку международное погоднение помеж пятью краинами-удельницами союза, стал главной темой Сустречи. Зараз подрыхтована другая редакция. Унесенные змены у кодекс спераважно отышатся товары, які увозятся на территорию союза на продаж. Это вопросы касаются перецепки перегрузки транспортных средств, есть ряд вопросов по деятельности уполномоченных экономических операторов, опять же вопросы применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Достаточно широкий спектр вопросов. Обновленный кодекс эксперты называют все больше либеральным. У першую чергу за улишенных пропанул от приватного бизнесу. Так, до прикладу, уключены пероваги для удельников свободной экономичной зоны. Змены у лепши бок, например, по терминах доставки грузов, отшують усе без выключения перовозчики. Существенно сокращены сроки выпуска. Как только первый кодекс вышел на читку бизнесу, бизнес сказал, что такой вариант их не устраивает. И фактически все сроки были сокращены в разы. Например, обычный срок оформления был 48 часов, то есть рабочие сутки и следующие рабочие сутки. Сейчас по умолчанию оформляться должны товары в течение 4 часов. Продлевается срок продления сокращен в два раза, срок доставки сокращен в два раза. То есть все, что нужно бизнесу для того, чтобы товары не находились, не проставили на границе, все нормы заложены в новом кодексе. Над новым кодексом зуликом пропанул министерства, ведомства и представников бизнес-ассоциации краины працевала специальная рабочая группа. Сформированный правовый акт зараз выносится на разгляд у регионы. Сустрыши пройшли уже у Бресті и Могилеве. Як прагучало у Гродня, по вынняках плануется выпрацевать шерох пропанул, яке датычаться взаимодействия мясцовых мытных органов и бизнес-колов. Нагадаем, мытный кодекс Евразийского экономического союза уступит усилу с 1-го студеня 2018 года.